Добрый день всем! Особенно приветствую всех поставщиков, партнеров. Я дизайнер, меня зовут Станислав Орехов, я руководжу студии дизайна. Для тех, кто меня не знает, наш сайт может писать по ссылке в описании. В этом видео, ну и в последующих других, моей задачей, моей целью будет рассказать всем партнерам, поставщикам, каким образом дизайнеры выбирают поставщиков на проект и, соответственно, как вы можете сделать так, чтобы вас больше покупали. Как сделать так, чтобы дизайнер выбирал именно вас, а не ваших конкурентов. Я расскажу, какие проблемы мы видим и дальше расскажу, как их исправить. Для того, чтобы наладить взаимоотношения с поставщиками, я проводил специальный курс. Курс полезен для поставщиков, для партнеров, потому что им важно, очень важно продавать. И один из способов, один из важных способов для многих поставщиков, партнеров и производителей продавать не только для финальных клиентов, но и через дизайнеров. Особенно это касается какие-то, если у нас крутые продукты, и продукты не эконом-сегмента, а бизнес-премиум-сегмента. В этом сегменте тяжело каким-то образом продавать без дизайнера, потому что клиенты уже нанимают дизайнера, у них уже есть на это деньги. И, соответственно, купит клиент продукцию или не купит, во многом, во многом зависит и от дизайнера. Не во всем, но очень часто дизайнер играет не в последнюю очередь в выборе материалов, мебели и всего остального. Конечно, бывает так, что клиенты заказывают только концепции в этом случае, они уже сами ходят по рынку и выбирают. Ну, здесь, наверное, можно сказать 50 на 50 или кто с какими клиентами сталкивается. Если вы хотите дополнительных продаж, то один из замечательных способов это сделать, это построить полноценный отдел работы с дизайнерами. И о том, как сделать это правильно, как построить полноценный отдел работы с дизайнером, как раз будет в этом курсе. Ну, для начала хочу рассказать, почему стандартная история работы с дизайнером не получается. Да потому что мало кто вообще умеет работать с дизайнером, потому что мало кто понимает, что дизайнерам нужно. Открою секрет, дизайнеры сами не до конца все понимают, что им нужно. Особенно это касается новичков, ну понятно, что если есть студии, у них уже давно слаженные рабочие какие-то моменты есть, но все равно даже они ищут постоянно новых партнеров себе, потому что старые бывают подводят, бывают не справляются с заказами, бывают еще какие-то причины. В общем, дизайнеры всегда тоже в поиске для самых лучших решений. И для того, чтобы дизайнеры включили вашу организацию в шорт-лист и использовали в проекте, ваша задача быть полезным, быть понятным, быть полезным и делать так, чтобы дизайнеру было комфортно работать с вами. Ну, звучит ли это как общие какие-то слова? Что же за ними кровится? Что на самом деле нужно дизайнерам? Дизайнерам нужно несколько вещей. Первое. Он, конечно, хочет тоже заработать. То есть любой дизайнер, работая с клиентом, он зарабатывает, естественно, на проекте и клиент ему платят за комплектацию, если дизайнер умничка и заключил такой договор. А также он хочет получить деньги агентского изнаграждения за то, что советуют поставщиков. Как партнера советуют и дальше вы, как партнер, делаете свою продукцию, а дизайнер по итогу получает какие-то деньги, которые заложены уже в стоимость вашей продукции. Но единственное важное, что хочу здесь тоже отметить, об этом мы будем говорить тоже позже на специальной части про агентский договор. Но хочется самое главное отметить, что ни в коем случае нельзя добавлять стоимость к розничной цене. То есть обязательно, обязательно у поставщиков должна быть какая-то вот эта вот минимальная дельта, которая заложена, и ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах никуда не отдается. Тогда эта история будет работать, тогда вы эту дельту можете отдать дизайнеру. В любом другом случае будет приходить клиент, будет приводить прораба, и менеджер будет отдавать эти проценты им, либо будет забирать их себе, дизайнер будет недоволен, и не получится построить отдел полноценной работы с дизайнером, это будет не отдел, а какое-то недоразумение. Поэтому даже и начинать не стоит. Ну так вот, дизайнеры хотят заработать, первые это мы решили. Дизайнеры хотят, чтобы получился качественный продукт, качественный проект. Есть дизайнеры, которые даже специально не берут денег, ну для того, чтобы не рисковать, для того, чтобы не быть замешанным в каких-то там хитрых или полусерых схемах. Если особенно видят, что поставщик сливается и не наделывает проект, и он тогда может отказаться от вообще вознаграждения в пользу либо клиента, либо просто, чтобы не быть причастным к этому. Бывают дизайнеры, которые специально не берут деньги, а отдают все эти проценты клиенту. Ну это уже дело тоже дизайнера, винить его никак нельзя. Ну и это его дело, что делать с его деньгами. То есть по праву, в любом случае, вот эта дельта, она принадлежит дизайнеру, если он хочет отдавать ее клиенту, то пусть отдает. И некоторые так делают для того, чтобы, может быть, они берут больше денег, ну официально, по договору, но гарантируют, допустим, клиенту, что ему будет выгодно заказывать с дизайнера, потому что он дает им всем процент. То есть мы не знаем, как там у них может быть устроено, может быть устроено как угодно, может быть устроено совершенно по-разному, и это тоже нормально. Что нам нужно вынести из второго пункта, то что дизайнеры хотят сделать проект, поэтому любая какая-то фигня, которая предлагается, не подойдет, если она, даже если за нее много денег сулится, но если она не подойдет под клиенты и под проект. Большинство дизайнеров работает, ну как с какими-то стандартными позициями, которые можно использовать, ну допустим натуральное дерево, металл, плитка, камень натуральный, ну и так далее. То есть есть какие-то стандартные позиции, цены на которых диктует рынок, и конечно там можно выбирать какие-то хитрые варианты по ценокачеству искать, но в целом цены примерно одинаковые. Если вы продаете какие-то стандартные позиции как поставщик, то важно брать не ценой, а дополнительным сервисом, дополнительными услугами. Но в любом случае материал должен быть качественный, и он должен быть интересным, должен подходить дизайнеру. Итак, второе, это работа, дизайнер направлен на то, чтобы сделать качественный проект. И третье, в процессе ему должно быть комфортно. У каждого дизайнера есть свои предпочтения. Дизайнеры вообще разные. Есть дизайнеры, которые хотят делать от начала до конца все, сами все контролировать. Они говорят, что вот проект это вот как наше дитя, так как мы можем бросить его на полпути. А другие говорят, да нет, мне вообще все равно, у меня таких проектов 50 штук в год. Вот, поэтому давайте-ка сами, я вот вам отдал, вы профессионалы, вы сами лучше знаете, что делать, поэтому давайте работайте с клиентом сами, а мне просто потом денежку занесете. Вот, бывает такое, бывает первый вариант, бывает второй. И здесь нет такого понимания, как что правильно, а что нет. Вы будете встречаться со всеми типами. Но не все, опять же, поставщики знают, что есть разные типы. И все дизайнеры, вот есть категория дизайнеров, которые доводят проект до конца и фотографируют, и они думают, что ну как бы вот это самое правильно, да, по-другому и нельзя. Нельзя делать просто визуализацию и нельзя просто отдавать проект без авторского надзора. Они говорят, это не дизайнеры, это вот непонятно что, тоже недоразумение какое-то. А есть дизайнеры, которые совершенно наплевают на это, они спокойно работают, делают большое количество проектов в месяц. То есть они не по полгода проекты реализуют, а делают за полгода, допустим, 20 или 30 проектов. Делают их эскизные. И может быть даже такие дизайнеры лучше для поставщиков, потому что позволяют больше оборачиваемость делать. И то, и то является дизайном, и просто это разные услуги. И почему такие дизайнеры и первые, и вторые имеют право на жизнь? Потому что клиенты разные. То есть есть клиенты, которые полностью хотят с реализации под ключ и готовы за это платить много денег, хотят имени того какого-то дизайнера, возможно. А есть клиенты, которые вот просто хотят идею посмотреть на то, как она выглядит на визуализации. Идею согласовать и дальше уже реализовать все самостоятельно. Поэтому нельзя опять же судить как правильно, как неправильно. К чему я это все говорю? Я это говорю к тому, что есть разные типы и клиентов, и дизайнеров, и поставщиков. И самое важное, чтобы мы нашли какие-то точки соприкосновения. И сделали так, чтобы дизайнерам было удобно работать с поставщиками, чтобы они закладывали продукцию. То есть, соответственно, вы как поставщики больше, увереннее и активнее продавали. Вот об этом, обо всем этот материал. Это курс. Сделан он в формате уроков. То есть вы будете смотреть, получать уроки по каждой главе. Я сейчас расскажу, что будет включено в каждую главу. И в результате у вас будут, во-первых, первое, да, это понимание. Вы будете точно знать, как надо работать с дизайнерами. Не только вы, но и ваши менеджеры, которые смогут разобраться и смогут идентифицировать тип дизайнера и работать с каждым, как нужно. Вы сможете, у вас будет вся информация для того, чтобы построить полноценный отдел работы с дизайнером. Вы сможете это сделать сами, либо с помощью ваших менеджеров. Это первое. Помимо этого, есть важные вещи, которые нужно не только знать, которые нужно сделать. Это подготовить материал и информацию. Самых главных вещей у нас, ну, четыре, да, получается, таких письменных, которые нужно сделать. Первое. Это карточка продукта. О ней мы будем говорить отдельно. Это там шестой или седьмой модуль. И карточка поставщика тоже шестой или седьмой модуль. Которые, в принципе, вот эти два продукта, карточка продукта и карточка поставщика, они отражают всю ту суть, всю ту концепцию, которую я вам предлагаю, и вам надо их построить. Сейчас я о них буду говорить чуть позже. Еще одна вещь – это агентский договор. По агентскому договору вы отдаете деньги дизайнеру. И в агентском договоре подписан он официально, неофициально, но не сильно важно. Важно то, что там прописаны все условия, на которых вы заключаете контракт с дизайнером, и сколько будете денег ему платить за привлечение того или иного клиента по тому или иному договору. То есть все условия будут там прописаны. И еще один важный момент – это сам, собственно, договор ваш с клиентом, не дизайнером, который дизайнер тоже проверяет, если оказывает услугу комплектации. То есть у дизайнера есть услуга комплектации, которая позволяет сделать так, чтобы клиент платил дизайнеру за то, чтобы дизайнер тщательно выбирал поставщиков. Вот об этом мы тоже чуть подробнее поговорим. Вот все эти моменты, они позволяют вам получить конкретные материалы по итогам этого курса. Есть разные варианты. Вариант номер один – вы просто слушаете, смотрите и как-то решаете это все самостоятельно. Вариант номер два – это вы можете заказать у меня, то есть я посмотрю, как вы сделали, и дам обратную связь со стороны дизайнера, дам вам комментарии, насколько это удобно, насколько это понятно, то, что вы сделали, насколько вы усвоили материал. А также вы можете, третий вариант, третий пакет, вы можете заказать вообще все. Мы сделаем это с помощью нашей команды, нашими силами. Копирайтеры сделают, я проверю и выдам вам готовый вариант уже на использование, на внедрение. В полном пакете еще дополнительно входит рассылка, то есть если вы сделаете качественный материал, либо сами, и я скажу, да, все отлично, мне нравится, мне не стыдно это показать ни клиенту, ни дизайнеру. Я это все разошлю, сделаем рассылку, опубликуем в социальных сетях, по почте отошлем, и будем показывать удачные примеры удачных поставщиков, которые следуют нашим рекомендациям. Сделаем мы это бесплатно, обычно такая рассылка стоит денег, но хочется дать вам дополнительный момент, дополнительный бонус к курсу, кто его первый приобретет, то есть первые несколько зафиналивших, сделавших документы, сделавших материалов поставщиков и финалистов, смогут получить такую опцию, как рассылку. Количество будет ограничено, чтобы не спамить, не знаю, если много будут покупать, много будут делать, то мы уже создадим какой-то отдельный сайт, и там будем все выкладываться. Ну вот первые счастливчики, у вас будет возможность получить бесплатную рассылку и оказаться в числе счастливчиков. Те, которые не только мы разберем, но я когда буду рассылать, скажу, что вот ребята такие сделали. Я не знаю, как они работают, я не могу за вас ручаться, естественно, но я скажу, что вот ребята сделали по нашей методике, по нашим материалам методичку, и вот посмотрите, пожалуйста, дизайнеры, вам нравится или не нравится, что можно и нужно поменять, если можно и нужно поменять, либо все отлично. Естественно, это привлечет внимание большого количества аудитории из дизайнеров, может быть, и клиентов, и вы так или иначе сможете получить отклики на то, что вы сделали, ну и, возможно, даже заказы сразу же. Поэтому, ну, обещать не буду, но это возможно. Ну вот такое у нас длинное, но интересное, я думаю, введение. Если эта тема вам интересна, то вы в правильном месте, следите за обновлениями, смотрите следующие видео. В них я расскажу, что будет у нас в каждой главе, для чего каждая глава уже более подробно нужна именно вам. Ну и, конечно, проходите этот курс, заделайте карточку продукта, карточку поставщика, налаживайте полную систему работы с дизайнером для того, чтобы больше продавать не через рекламу, а через партнерские отношения и сделать ваших дизайнеров друзьями. Да, никогда их не подводить и сделать так, чтобы дизайнеры тоже сами хотели работать с вами, советовали вас и вашу продукцию своим клиентам, своим друзьям, партнерам, и работали с вами для того, чтобы выполнять самые качественные и классные проекты на радость нашим и вашим клиентам. Продолжение следует...